Все дни соревнования сопровождаются большой культурной программой. Одним из значительных мероприятий, проводимых в рамках игр, стал второй международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Алан-Хо. С 10 по 14 июля шедевры со всего мира сойдутся на сцене Саха Академического театра. Сегодня все залы переполнены, на все ваши концерты будут полные залы. Представляете, как вас уже любят? Не знают и уже любят. Фестиваль Костерезного искусства народов России является традиционным и в этом году проводится в четвертый раз. Всего за три дня выставку посетило более 400 человек. В том числе делегации из Греции, из Брунеи, корейская делегация, большая делегация из Индии. Но сейчас мы ожидаем остальные делегации, игр Дети Азии, а также всех желающих. На выставке были представлены разные уникальные шедевры Костерезного мастерства. Костяные иконы и шахматы, рукоятки якутских ножей из бивня мамонта, инкрустации из моржового бивня на оружие. Андрей Адуканов приехал с Камчатского края. На выставку предоставил разные работы. Призовое третье место он занял в номинации скульптуры малых форм. Сам рок наталкивает на одну или другую композицию, то есть работу. И я только дополняю, а так остальное все природно. С 3 июля на площади каждый день проходит большое цирковое представление с участием лауреатов 3-го международного циркового фестиваля «Мамонтенок». В этом году в Якутск приехали театральные коллективы из Индии, Японии и Китая. В Государственном театре оперы и балета прошли спектакли «Дон Кихот» с участием солистов Михайловского театра Санкт-Петербурга и «Лебединое озеро» с приглашенными солистами из Южной Кореи. Для горожан и гостей столицы на главной площади Якутска организованы концерты государственного вокального ансамбля «Туймада», а также танцы народов мира, приуроченные к Году дружбы и единения народов. И вечера дружбы, выставки, ярмарки, концерты проходят в эти дни на площадях города и в Олимпийской деревне. До завершения игр остались считанные дни, и впереди нас ждет фееричная церемония закрытия.